Матфея, глава 11, стихи 1, 19 И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их, Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат. Мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано. «Все я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, дослышит. Но кому уподоблю рот сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят. «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет. И говорят, в нем бе. Пришел сын человеческий, ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытаря и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Иоанн Креститель был слугой Божьим, который жил в уединении в пустыне, носил одежду из верблюжьей шерсти, и пищей ему служили саранча и дикий мед. Вот почему Иисус, говоря об Иоанне Крестителе, сказал израильтянам следующее. «Зачем выходили в пустыню? Выходили туда, чтобы увидеть тростник, который раскачивается на ветру, или для того, чтобы увидеть человека, одетого в роскошные одежды. Но люди, которые носят роскошные одежды, живут в царских дворцах. Разве не для того выходили в пустыню, чтобы увидеть Иоанна Крестителя? Да, выходили в пустыню именно для этого. Иоанн Креститель является величайшим из всех людей, которые когда-либо жили на этой земле. Он является самым великим пророком Ветхого Завета. Иисус сказал это потому, что Иоанн Креститель действительно был самым великим из людей. Он был избран Богом в качестве представителя всего человечества. С точки зрения Бога Иоанн Креститель был более великим, чем все бесчисленные судьи и пророки Ветхого Завета. От Моисея до Иисуса Новина, Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Осии, Авдия, Аггея и всех остальных. Как Иисус назвал Иоанна Крестителя? Он назвал его «Посланником Бога». Говоря об Иоанне Крестителе, Господь привел слова из Ветхого Завета. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Малахия, глава 3, стих 1. Под «ангелом моим» в данном случае подразумевается Иоанн Креститель в Новом Завете. Бог Отец послал его на эту землю за шесть месяцев до рождения Иисуса Христа. Поэтому Иоанн Креститель, будучи тем, кто должен был приготовить путь для Иисуса Христа, принес людям крещение покаяния. Он призывал людей покаяться в своих грехах, и многих из них он крестил в реке Иордан. Обращаясь к народу Израиля со словами «Покайтесь, порождение Ехиднины», Иоанн Креститель призывал израильтян отказаться от идолопоклонства и вернуться к Богу. «Мы должны понимать, что Иоанн Креститель – величайший из всех рожденных женщинами. Он представитель всего человечества». Как свидетельствовал сам Иисус, Иоанн Креститель был величайшим из всех людей, когда-либо появлявшихся на этой земле. И хотя Иоанн Креститель не был самым великим в Царстве Небесном, на этой земле он был признан наибольшим из всех рожденных женщинами. Бог сделал его своим орудием в деле спасения человечества. Почему? Потому что Иоанн Креститель был тем человеком, который крестил самого Бога Иисуса Христа. Бог избрал Иоанна Крестителя в качестве представителя всего человечества. И именно через него Бог раз и навсегда принял на свое собственное тело все грехи этого мира. Будучи избранным представителем всего человечества, Иоанн Креститель смог передать Иисусу все грехи этого мира. Он был единым человеком на земле, который, крестив Иисуса, мог раз и навсегда передать ему все грехи этого мира. Однако некоторые люди сомневаются в этом факте и спрашивают, где в Библии сказано о том, что Иоанн Креститель является представителем всего человечества? Я могу ответить на этот вопрос следующим образом. Иоанн Креститель является представителем всего человечества, потому что Сам Иисус сказал, что Он был величайшим из всех рожденных женщинами. Иными словами, я могу сказать, что Иоанн Креститель является представителем всего человечества именно по той причине, что Сам Иисус свидетельствовал о том, что Он был величайшим из всех рожденных женщинами. Итак, Иоанн Креститель действительно является представителем всего человечества, и как подлинный представитель всего человечества, Он передал Иисусу все грехи этого мира, крестив его в реке Иордан. Вы также можете усомниться в том, что Иоанн Креститель является представителем всего человечества. Но разве в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 11, не приведено свидетельство Иисуса, которое должно развеять все ваши сомнения? Разве Иисус не сказал, что из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя? Эти слова Иисуса являются доказательством того, что Иоанн Креститель является представителем всего человечества. Иисус Христос лично засвидетельствовал всем нам о том, что Иоанн – представитель всего человечества. Если мы соотнесем эти слова нашего Господа с Ветхим Заветом, то увидим, что Иоанн Креститель был большим пророком, чем сам Моисей. Моисей – величайший пророк Ветхого Завета. Он лицом к лицу встречался с самим Богом. Ни одного ветхозаветного пророка нельзя даже сравнивать с пророком Моисеем. И хотя Исаия, Осия и Еремия и Даниил также были выдающимися пророками, их величие бледнеет рядом с той славой, которой был овеян пророк Моисей. Однако Иоанн Креститель превзошел и самого Моисея. Таким образом, Иоанн Креститель был особенным пророком, куда более великим, чем все остальные. Иоанн Креститель является представителем всего человечества. Он избран самим Богом, и он крестил Иисуса как первосвященник этого мира. Я с абсолютной уверенностью говорю о том, что Иоанн Креститель является первосвященником всей земли, Который передал Иисусу Христу все грехи этого мира. Я могу с абсолютной уверенностью говорить об этом, поскольку сам Иисус сказал в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 13. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Именно Иоанн Креститель сделал все для того, чтобы весь закон Божий и все пророчества Ветхого Завета исполнились во Христе Иисусе. Во времена Ветхого Завета, в день искупления, первосвященник, возлагая руки на голову жертвенного животного, передавал ему грехи народа Израиля. Подобно этому Иоанн Креститель, который пришел на эту землю, чтобы выполнить ту же духовную миссию, что и пророк Илья, крестив Иисуса, раз и навсегда передал ему все грехи этого мира. Иными словами, Иисус говорит, что Он спас нас от грехов этого мира тем, что так взял все эти грехи на себя. Матфея, глава третья, стих пятнадцатый. Библия гласит, «Все дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Матфея, глава первая, стих двадцать третий. Исайя, глава седьмая, стих четырнадцатый. Чтобы уничтожить все наши грехи, сам Бог сошел на землю, будучи рожденным Девой Марией и облаченным в ту же плоть, что и мы с вами. Бог неоднократно обещал в Ветхом Завете, что Иисус Христос придет в этот мир и возьмет на себя все его грехи. Эта истина, гласящая, что Иисус своим крещением от Иоанна Крестителя раз и навсегда возьмет на себя все грехи мира, была осуществлена Богом в соответствии со словом его обетования, которое открывается в ветхозаветном обряде жертвоприношения. Именно в этом и заключается смысл следующих слов из Библии. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Итак, здесь вы должны четко осознать тот факт, что Иоанн Креститель действительно является представителем всего человечества. Чтобы исполнить пророческое слово Ветхого Завета, Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Он подчинился воле Бога, чтобы Иисус смог исполнить всю Божью праведность. Иоанн Креститель и есть тот самый человек, который, крестив Иисуса Христа, передал ему все грехи этого мира. Он является слугой Божьим, который выполнил свою миссию в полном соответствии с волей Бога, чтобы Иисус Христос раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира. Иоанн Креститель сделал все от него зависящее, чтобы Иисус смог исполнить свою миссию по избавлению людей от греха. Иначе говоря, Иоанн Креститель является посланником Божьим, и он также является слугой Божьим, который сделал все, чтобы слово Ветхого Завета исполнилось во Христе Иисусе. «Вы должны обрести спасение, веруя, что, будучи последним пророком Ветхого Завета, Иоанн Креститель проповедовал волю Бога, чтобы спасти человечество от всех грехов этого мира, и что, крестив Иисуса Христа, он раз и навсегда передал ему грехи всех людей на земле». Однако многие люди по-прежнему не верят в этот факт. Многие христиане не имеют должного представления о роли Иоанна Крестителя, поэтому приходится с грустью констатировать, что они не способны уверовать в Евангелие воды и духа. Подобно этим людям, фарисеи также неверно истолковали смысл той миссии, которую выполняли на этой земле Иоанн Креститель и Иисус Христос. Поэтому Господь сказал, «Ибо пришёл Иоанн, не ест, не пьёт, и говорят, в нём бес. Пришёл сын человеческий, ест и пьёт, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами её». Матфея, глава одиннадцатая, стихи восемнадцатый, девятнадцатый. Мы, люди, считаемся мудрыми или, наоборот, глупыми, в зависимости от того, как мы поступаем. Кто же в таком случае считается мудрым? Мудры те, кто понимают, в чём заключается Божья воля, и кто послушно следует этой воле со смиренным сердцем. Эти люди наделены мудростью небес, несмотря на то, что земной мудрости или знаний они лишены. В Библии сказано, что небесная мудрость сокрыта в Евангелии воды и духа, которая раз и навсегда спасло всех людей от их грехов. Эта мудрость была продемонстрирована и претворена в действительность Иоанном Крестителем и Иисусом Христом во время их пребывания на этой земле. Каким образом и с какой верой Иоанн Креститель и Иисус Христос исполнили волю Бога Отца, когда пришли на эту землю? Каким образом они раз и навсегда спасли человечество от всех грехов? Бог спас человечество от греха посредством небесной мудрости, которая так гласит о Евангелии воды и духа. Иисус Христос пришел на эту землю и посредством своего крещения от Иоанна Крестителя смерти на кресте и воскресения из мертвых раз и навсегда спас человечество от всех грехов этого мира. Иными словами, Божья мудрость сокрыта в истине Евангелия воды и духа, того самого Евангелия, посредством которого Бог спас грешников от их грехов, послав своего Сына Иисуса Христа на эту землю. Иисус Христос, которого крестил Иоанн Креститель, говорил о всей мудрости, которая сошла с небес через Его крещение и Его кровь на кресте. Первое Иоанна, глава пятая, стихи четвертый, восьмой. Чтобы исполнить свой замысел спасения людей от греха, Бог Отец послал своего сына на эту землю. А чтобы его сын стал спасителем человечества, Бог Отец шестью месяцами раньше послал на эту землю Иоанна Крестителя, Бог приготовил путь к нашему спасению, послав на эту землю Иоанна Крестителя за шесть месяцев до рождения Иисуса Христа. Все это было сделано для того, чтобы совершить наше спасение посредством крещения, которое Иисус должен был позднее принять от Иоанна Крестителя. Прежде чем крестить Иисуса, Иоанн Креститель провел в ожидании целых тридцать лет. Иными словами, Иоанн Креститель ждал, пока Иисусу не исполнится тридцать лет. Это было обусловлено тем, что во времена Ветхого Завета сыновья первосвященника могли быть помазаны на священство и приступать к исполнению своих обязанностей только по достижении тридцатилетнего возраста. Числа глава четвертая стих третий Когда Иоанну Крестителю исполнилось тридцать лет, то спустя шесть месяцев также тридцать лет исполнилось и Иисусу. И поскольку Иоанн крестил Христа и передал ему все грехи этого мира, он смог исполнить всю Божью праведность, приняв на реке Иордан крещение, посредством которого исполнялась вся Божья праведность, Иисус получил возможность раз и навсегда спасти человечество от всех грехов этого мира. Будучи крещенным Иоанном Крестителем, Иисус взял на себя все беззакония людей и, понеся на себе все эти грехи, он пролил драгоценную кровь на кресте и умер за нас, а на третий день воскрес из мертвых. Совершив все это, Иисус смог выполнить ту миссию, ради которой он пришел на эту землю. Именно так Иисус спас нас, тех, кто сегодня верит в Евангелии воды и духа от всех наших грехов. Сам факт крещения Иисуса Иоанном Крестителем и есть проявление Божьей мудрости. Это крещение было тем самым деянием, которое принесло нам спасение от всех наших грехов. Насколько же мудро поступил Бог, уничтожив все наши грехи ради нашего спасения. В том, что Иисус Христос принял крещение на этой земле, пролил свою кровь на кресте и воскрес из мертвых, проявилась подлинная мудрость Божья. Вот почему в Библии сказано, что оправдана премудрость чадами ее. Если бы мы решили построить дом, то перед тем, как приступить к работе, мы должны были бы в начале все тщательно продумать и спланировать. Во-первых, мы должны были бы определиться с размерами нашего дома. Во-вторых, нам необходимо было бы нарисовать соответствующий чертеж. И в-третьих, мы должны были бы составить смету расходов на строительство дома. После этого мы должны были бы закупить необходимые строительные материалы, доставить их в нужное время, в нужное место, и должным образом организовать работу строителей. только при соблюдении всех этих условий мы смогли бы вовремя и качественно завершить строительство. Тот, кто строит свой дом так, является мудрым человеком. И напротив, если человек не подумал ни о плане строительства, ни о предстоящих расходах, он будет строить как придется наугад. В конце концов, он может даже забросить стройку, не заложив и фундамента будущего дома. Чтобы совершить наше спасение, Бог проявил свою удивительную мудрость. В самом деле, Иоанн Креститель исполнил Божью волю, в которой была заложена его мудрость. И поступив подобным образом, он дал нам возможность обрести спасение во Христе Иисусе. Поэтому мы должны понимать, насколько мудро Бог спас всех людей на этой земле, в том числе и меня с вами от грехов этого мира. Мы видим, что послав Иоанна Крестителя на эту землю и наказав ему оказать содействие в осуществлении его замысла, Бог гарантировал нам, что наше спасение будет совершено по всем законам его справедливости и станет доказательством его безграничной любви к людям. Через Иоанна Крестителя, представителя всего человечества, Бог раз и навсегда передал Иисусу Христу все грехи этого мира. И Иисус, взяв на себя все наши грехи, пролил кровь и вместо нас принял смерть на кресте, воскрес из мертвых и тем самым совершил наше неприходящее спасение. Именно это и есть проявление Божьей мудрости. Наше спасение стало воплощением самой мудрости Бога и его любви к людям, которые Он проявил со свойственной Ему справедливостью. Мы все должны исполнять Божью волю по вере, сознавая при этом, насколько мудро и справедливо Он спас нас от всех наших грехов и от смерти, которая является возмездием за грех. Каждый человек должен знать удивительную истину спасения и верить в нее. Обращаясь ко всем нам, Господь сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. А еще Он сказал, что если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Господь говорит, что Он уже уничтожил все наши грехи посредством Евангелия воды и духа. Но люди, которые были введены в заблуждение лжецами, скрывающимися под личиной благочестивых христиан, пренебрегают этим совершенным спасением. Несмотря на то, что Иисус уже уничтожил все наши грехи, люди не обращают внимания на эту евангельскую истину. Они не танцуют, даже когда мы, знающие эту истину, играем им на флейте. И они не рыдают, даже когда мы говорим им об их грехах и об уготованном для них вечном пламени преисподней. Сегодняшние христиане, как и неверующие, совершенно не интересуются деяниями спасения, которые Иисус совершил ради них, и их ничуть не беспокоят ни их грехи, ни Божьи наказания за эти грехи. Более того, они с пренебрежением относятся к Божьим делам, которые Он совершил ради их спасения, от их же собственных грехов и всячески пытаются умолить значение этих дел. Однако при этом они даже не осознают, чем может грозить им подобное их поведение. Но Бог со всей присущей ему мудростью раз и навсегда спас всех людей на земле от их грехов посредством Евангелия воды и духа. Каждый человек должен осознавать Божье провидение, любовь и справедливость, благодаря которым отныне любой человек имеет возможность обрести спасение при условии, что он всем своим сердцем уверует в Евангелие воды и духа. Чтобы мы смогли познать Евангелие воды и духа, Иисус показал пример Божьей мудрости, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Если посредством Евангелия воды и духа Бог демонстрирует нам свою безграничную любовь, то зачем же нам оставаться рабами, неспособными избавиться от всех своих грехов? Бог Отец послал Иоанна Крестителя на эту землю и наказал ему крестить своего Сына Иисуса Христа. Во исполнение своего замысла Бог избрал Иоанна Крестителя как величайшего из людей и поручил ему как представителю всего человечества передать Иисусу все грехи этого мира. Так по воле Бога Отца его Сын Иисус исполнил всю его праведность. Подобно тому, как в Ветхом Завете первосвященник возлагая свои руки на голову жертвенного животного раз и навсегда передавал ему все грехи народа Израиля так и Иоанн Креститель крестив Иисуса путем возложения рук на его голову передал ему все грехи этого мира и тем самым позволил ему раз и навсегда исполнить всю праведность Божью Будучи единожды окрещенным Иоанном Крестителем Иисус раз и навсегда взял на себя все грехи человечества затем взойдя со всеми этими грехами на крест он пролил на нем свою бесценную кровь воскрес из мертвых и тем самым спас всех тех из нас кто верит в Евангелие воды и духа насколько же чудесно Божье спасение и сколь мудро Господь совершил его насколько же совершенным и справедливым был способ посредством которого Бог спас нас Евангелие воды и духа является ничем иным как воплощение Божьей мудрости именно в этом Евангелии содержится вся мудрость Бога именно Божья мудрость не позволила нам усомниться в спасении от всех наших грехов которые Он нам даровал благодаря своей мудрости Бог полностью и самым совершенным способом раз и навсегда уничтожил грехи всех до единого людей на этой земле благодаря той роли которую сыграл в нашем спасении Иоанн креститель крестивший его сына Иисуса Христа Бог Отец гарантировал что все грехи этого мира полностью перейдут на его сына и тем самым он сделает нас верующих в Евангелие воды и духа совершенно свободными от каких бы то ни было грехов разве это Евангелие воды и духа не является по-настоящему чудесной истиной и подлинным воплощением Божьей мудрости благодаря могуществу Бога Илье удалось вновь обратить сердца израильтян к Богу Иегове и Бог Отец пообещал что он снова пошлет Илью на эту землю Малахия глава 4 стихи 5 6 и что свое обетование он исполнит через Иоанна Крестителя Илья был вознесен на небо в огненной колеснице но Бог пообещал что он снова пошлет Илью на эту землю пред наступлением дня Господня великого и страшного Малахия глава 4 стих 5 и во времена нового завета люди с нетерпением ожидали возвращения Ильи и и этим Ильей был никто иной как Иоанн Креститель подобно тому как Илья заставил народ Израиля вновь обратиться к Богу и Егове так Иоанн Креститель придя на эту землю крестил Иисуса чтобы передать ему все грехи человечества и свидетельствовал о том что Иисус и есть тот самый Спаситель который должен был прийти Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе говоря вот Агнец Божий который берет на себя грех мира Иоанна глава 1 стих 29 И благодаря этому свидетельству все люди осознали тот факт что Иисус приняв крещение от Иоанна Крестителя взял на себя все грехи этого мира Иными словами Иоанн Креститель с абсолютной убежденностью заявил всем людям на земле что каждый человек пожелавший познать Евангелие воды и духа и уверовавший в него сможет обрести спасение по вере благодаря свидетельству Иоанна Крестителя если человек просто верит в тот факт что Иисус Христос своим крещением от Иоанна взял на себя все его грехи он избавляется от всех своих беззаконий таким образом Бог полностью спас нас от всех наших грехов так что теперь любой человек который верит в Евангелие воды и духа может обрести спасение от всех своих грехов поверия верные свидетели Божьи никогда не лгут в притчах царя Соломона глава 14 стих 5 сказано верный свидетель не лжет а свидетель ложный наговорит много лжи Иоанн Креститель о котором свидетельствовал Иисус Христос был Божьим слугой именно поэтому мы знаем что свидетельство Иоанна Крестителя было правдивым Иоанн Креститель свидетельствовал о том что крестив Иисуса Христа он передал ему грехи всех людей на земле что Иисус взял эти грехи на себя именно через него и что за грехи этого мира Иисус был приговорен к распятию на кресте иными словами Иисус взял на себя и понес на крест все наши грехи в наказание за эти грехи он был распят умер на кресте и воскрес из мертвых став тем самым нашим истинным спасителем Библия гласит что в отличие от верных свидетелей каковым был Иоанн Креститель лжесвидетели говорят неправду это означает что лжесвидетели делают лживые заявления потому что они не верят в деяния совершенные Иоанном Крестителем на этой земле иначе говоря эти люди не верят в мудрость Бога в царство небесное попадают те кто берут его силой благодаря своей вере в Евангелии воды и духа Иисус сказал от дней же Иоанна Крестителя до ныне царство небесное силой берется и употребляющие усилия восхищают его Матфея глава одиннадцатая стих двенадцатый царство небесное принадлежит тем кто берет его силой то есть непоколебимой верой Иисус был послан на эту землю Богом Отцом как спаситель а за шесть месяцев до рождения Иисуса Бог Отец послал на землю Иоанна Крестителя и начиная с того времени когда Иоанн начал свое служение вплоть до нынешних дней царство небесное берется силой иными словами врата царства небесного широко распахнуты для тех смельчаков которые верят в Евангелие воды и духа Иоанн Креститель крестив Иисуса передал ему грехи всех людей на земле и поскольку Иисус своим крещением взял на себя все эти грехи то отныне любой человек может взять царство небесное силой и сделать его своим осознавая этот факт и веруя в него выражение восхитить царство небесное силой в данном случае означает смело ринуться вперед и завладеть этим царством благодаря непоколебимой вере в Евангелие воды и духа иначе говоря если человек слышит своими ушами понимает своим разумом и верит своим сердцем в крещение которое Иисус принял от Иоанна Крестителя если он верит в передачу грехов Иисусу Христу и в деяния совершенные Иисусом то такой человек обретет спасение однако многочисленные лжесвидетели распространяют лживые заявления говоря все все что что сделал на этой земле Иоанн Креститель не имеет никакого значения и не несет в себе никакого скрытого смысла крещение Иисуса было всего лишь формальным религиозным обрядом однако мы должны понимать что делая подобные заявления эти люди глубоко заблуждаются и мы должны непоколебимо верить в то что Иисус Христос принял крещение у Иоанна чтобы взять на себя все наши беззакония и что Иоанн Креститель крестил Иисуса для того чтобы передать ему грехи всех людей на земле если вы верите в это с четким пониманием сути вопроса то отбросьте прочь все ваши сомнения и прочно держитесь евангельского слова воды и духа веруя в него всем своим сердцем только в этом случае вы получите прощение всех ваших грехов и сможете войти в царство небесное если мы говорим что в царство небесное можно войти благодаря вере то имеем ввиду что объектом этой веры есть ничто иное как евангелие воды и духа именно об этом и говорил сам иисус то что сделал иисус христос придя на эту землю воистину поражает необыкновенной мудростью посредством воды и крови иисус самым совершенным образом раз и навсегда спас нас с вами от всех грехов этого мира и не имеет никакого значения как именно лжепророки обманывают христиан с помощью своих лжеучений или просто откровенной лжи поскольку бог все равно уже спас всех кто верит в евангелие воды и духа эти лжепророки учат людей тому что человек становится безгрешным если он уверовав в иисуса постепенно начинает возрастать в святости однако подобные утверждения лживы божья мудрость спасения раз и навсегда полностью спасла нас от всех грехов этого мира посредством евангелия воды и духа послав сына своего единородного на эту землю бог отец спас нас от всех наших грехов и одарил нас своей безграничной любовью так бог полностью спас нас от всех наших грехов чтобы мы уже никогда не стали снова грешниками какими бы несовершенными мы ни были поэтому нам больше нет никакой нужды становиться жертвами обмана со стороны лжепророков протестантизм существует в мире уже около 500 лет начиная с эпохи реформации до наших дней будучи в неведении относительно истины гласящей о том что Иисус посредством своего крещения взял на себя грехи всех людей на земле христиане всего мира сегодня верят только в его кровь на кресте однако с точки зрения евангелия воды и духа подобная вера является половинчатой поскольку именно во время крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем все грехи мира перешли на Иисуса и мы с вами были спасены именно потому что мы верим в евангелие воды и духа лжа свидетели всегда говорят неправду они утверждают что человек может обрести спасение даже не веруя в евангелие воды и духа однако подобные заявления являются абсолютной противоположностью тому чему учит нас писание поэтому вы должны верить в евангелие воды и духа и избегать подобных лжесвидетелей пребывающих в лоне христианской церкви вы можете спастись от всех ваших грехов только в том случае если вы действительно верите в евангелие воды и духа иными словами вы должны силой взять царство небесное и сделать его вашим необходимо понять что люди которые не признают важности служения иоанна крестителя являются духовными мошенниками от христианства своими ушами вы должны слышать только евангельское слово воды и духа должны верить в него своим сердцем и тем самым вы должны избавиться от всех ваших грехов то что иисус христос придя на эту землю взял на себя все грехи этого мира приняв крещение от иоанна крестителя является истиной совершенного спасения тогда почему бы вам не уверовать в эту истину сколь мудрым по замыслу и совершенным по исполнению спасением является евангелие воды и духа перед богом иоанн креститель передал все грехи этого мира иисусу христу приняв крещение от иоанна крестителя иисус взял на себя все грехи этого мира понес их на крест был распят пролил кровь умер и воскрес из мертвых и ныне он стал истинным спасителем для всех кто верит в евангелие воды и духа следовательно каждый человек должен верить в неспосланное богом евангелие воды и духа бог спас нас от всех грехов этого мира проявил при этом свою поразительную мудрость благодаря его удивительной мудрости открывающийся в евангелии воды и духа иисус христос раз и навсегда спас нас от всех грехов этого мира он полностью избавил нас от всех грехов этого мира посредством евангелия воды и духа господь сказал если пребудете в слове моем то вы истинно мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными иоанна глава восьмая стихи тридцать первый тридцать второй и еще он сказал следующее из рожденных женами не восставал больший иоанна крестителя но меньшей в царстве небесном больше его матфея глава одиннадцатая стих одиннадцатый эти цитаты из библии говорят о том что вера рожденных свыше отличается от веры тех кто верит только в кровь иисуса на кресте иоанн креститель был признан богом величайшим из рожденных женщинами и это означает что он является представителем всего человечества однако господь сказал что он является наименьшим в царстве небесном почему потому что даже величайший из людей не может сравниться с наименьшим в царстве небесном даже иоанн креститель мог стать лишь наименьшим в царстве небесном потому что он уверовал в евангелии воды и духа человеческая праведность несравнима с праведностью божьей которая достигается только благодаря вере в евангельскую истину воды и духа каким бы добродетельным ни был человек он не может войти в царство небесное благодаря своим собственным заслугам или достоинствам именно поэтому ни один человек не может спастись от своих грехов если он не верит в евангелие воды и духа следовательно если человек не обрел спасение он является наименьшим как в духовном так и в физическом плане если в сердце человека есть грех он ничего не стоит в глазах бога даже если он и считается величайшим из людей живущих на земле однако если люди получают прощение всех своих грехов зная о миссии иоанна крестителя и веруя в ее особое значение и если они знают о служении Иисуса Христа и верят в то что он спас нас от всех наших грехов то тогда эти люди становятся божьими детьми стать божьим чадом означает стать больше чем представителем всего человечества сегодня мы проповедуем людям слово о том какую роль сыграл иоанн креститель в нашем спасении бог говорит что он выбрал иоанна крестителя представителем всего человечества он послал иоанна на эту землю точно так же как и иисуса христа вы должны понимать что деяние праведности исполнителями которого были иисус христос и иоанн креститель было совершено для того чтобы спасти нас с вами от всех грехов этого мира и чтобы не говорили люди я верю что иисус христос был крещен иоанном крестителем именно для того чтобы спасти нас от всех грехов этого мира тем не менее некоторые люди все же позволяют себе отзываться об иоанне крестителе довольно пренебрежительно говоря этот человек ничего собой не представляет господь сказал что меньший в царстве небесном больше его значит иоанн креститель не является значительной личностью эти люди считают что во время пребывания в тюрьме иоанн креститель утратил свою веру в иисуса они полагают что иоанн креститель послал учеников к иисусу для того чтобы упрочить свою слабеющую веру они прибегают к данному отрывку из библии чтобы внушить людям следующую мысль вы должны защищать вашу веру в иисуса несмотря ни на какие тяготы и невзгоды которые могут выпасть на вашу долю слуги божьи как никто другой должны оставаться непоколебимыми в своей вере они превратно толкуют этот отрывок из библии имея в виду что в нем приводится пример того каким должен быть образ жизни христианских священников на этой земле поэтому их понимание библии является ошибочным итак сегодня люди говорят следующее роль иоанна крестителя в нашем спасении незначительно крещение которое христос принял от иоанна крестителя было обычным религиозным обрядом иисус позволил крестить себя только для того чтобы показать свое смирение однако подобное утверждение является абсолютной ложью так говорят лжецы где в библии сказано о том что крещение было обычным религиозным обрядом в евангелии от мотфея глава третья стих пятнадцатый четко сказано о том что перед крещением иисус обратился к иоанну крестителю со следующими словами оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду подобно тому как во времена ветхого завета все грехи израильтян переходили к жертвенному животному посредством возложения рук на голову этого животного так и иисус приняв крещение от иоанна крестителя раз и навсегда взял на себя все грехи человечества это и есть истина мы видим что слово ветхого завета имеет свое соответствие в новом завете в библии сказано отыщите в книге господней и прочитайте ни одно из сих не применит прийти и одно другим не заменится ибо сами уста его повелели и сам дух его соберет их исаия глава 34 стих 16 согласно писанию возложение рук в ветхом завете соответствует крещению иисуса в новом завете мы должны признать тот факт что животное которое приносилось в жертву во времена ветхого завета было прообразом тела иисуса в новом завете а роль которую в ветхом завете исполнял первосвященник в новом завете была исполнена иоанном крестителем подобно тому как в ветхом завете козел предназначенный для отпущения грехов израильтян погибал в пустыне предварительно приняв на себя все грехи израильтян переданные ему первосвященникам посредством возложения рук так и иисус будучи крещенным иоанном крестителем пролил свою кровь и принял смерть во искупление всех грехов человечества несмотря на это некоторые люди настаивают на том что роль иоанна крестителя в нашем спасении была незначительной однако все их утверждения являются ложью те пасторы которые вещают подобные вещи со своей кафедры просто лгут своим прихожанам и это несмотря на то что свое жалование они получают именно благодаря их пожертвованиям более того эти пасторы пытаются всячески воспрепятствовать тем верующим которые стремятся познать евангелие воды и духа и уверовать в него вот почему гнев нашего господа непременно обрушится на головы этих людей горе вам книжники и фарисеи лицемеры что затворяете царство небесное человеком ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете матфея глава 23 стих 13 и таких псевдопасторов служащих в христианских общинах по всему миру насчитывается огромное количество когда бог наконец позовет нас домой то все что мы должны будем сделать это просто отправиться к нему вознося ему хвалу и славу но в настоящий момент мы должны продолжать рассказывать и проповедовать о еретиках которые пребывают в лоне христианства почему потому что бесчисленное множество христиан погрязли в трясине ереси эти люди полностью отдались во власть лжепророков даже не осознавая что идут по дороге ведущей в ад поэтому с одной стороны мы должны позволить каждому человеку осознать реальное положение дел в современном христианстве которое превратилось в ничто иное как сборище еретиков а с другой стороны мы должны каждому человеку проповедовать евангельскую истину воды и духа люди склонны безоговорочно верить в доктрины своей христианской динаминации поэтому они рассуждают так до тех пор пока каждый человек верит настолько искренне насколько это возможно и пребывает в лоне своей церкви все будет хорошо однако эти люди не знают кто является еретиками в христианских общинах каждый человек являющийся последователем светского течения в христианстве должен тщательно проанализировать евангелие в которое он верит чтобы понять насколько оно отличается от неспосланного богом евангелия воды и духа однако несмотря на это большинство людей не хотят утруждать себя глубокими размышлениями над словом божьим они не только не являются ревностными верующими в иисуса но даже не осознают что евангелие воды и духа представляет собой истинное евангелие неспосланное нам самим богом честно говоря большинство этих людей даже не знают о самом существовании евангелия воды и духа поэтому когда мы в наших проповедях говорим таким людям только евангелие воды и духа является настоящей истиной они спрашивают нас а это евангелие есть в библии согласно тому что вы говорите получается что вера огромного числа людей является ересью и человек который не знает истины о крещении иисуса является еретиком несмотря на то что он верит в иисуса как своего спасителя ответом на подобные вопросы может быть только да все эти люди действительно являются еретиками что указывает на то что вера является ошибочной библия это неприходящая истина которая четко свидетельствует о том что только евангелие воды и духа является евангелием спасения и что иного евангелия не существует однако для того чтобы эти христиане осознали это необходимо чтобы кто-то рассказал им о том чем заключается отличие истинного евангелия от остальных евангелий вот почему нам приходится неустанно трудиться проповедуя этим людям евангелие воды и духа я уже ранее говорил вам о том что было время когда меня очень тяготила моя неспособность понять почему Иисус принял крещение у Иоанна крестителя преклонив колени я часами молился Богу постился и в своих молитвах просил его господь я хочу знать почему Иисус был крещен Иоанном крестителем пожалуйста ответь мне и в один прекрасный день господь открыл мне эту истину однажды читая евангелие от матфея глава третья стихи тринадцатый семнадцатый я почувствовал как божий свет истины озарил мою душу и я понял о теперь мне все ясно приняв крещение от Иоанна крестителя Иисус смог исполнить всю божью праведность когда Иисус сказал ибо так надлежит нам исполнить всякую правду он имел ввиду что приняв крещение посредством возложения рук Иоанна крестителя на его голову он возьмет на себя все наши грехи слова ибо так из Евангелия от Матфея глава третья стих пятнадцатый по-гречески хутос гар переводятся как наиболее надлежащим образом или помимо этого нет иного способа а слова всякая правда в библии на греческом языке пишутся следующим образом и означают некое праведное деяние абсолютно безупречное с точки зрения закона следовательно приняв крещение от Иоанна крестителя Иисус взял на себя все грехи человечества наиболее праведным способом будучи распятым на кресте он умер воскрес из мертвых и тем самым раз и навсегда спас нас от всех наших грехов Божье слово является точным с любой точки зрения значение Божьего слова не меняется при переводе на другие языки и всегда соответствует оригинальному тексту Библии крещение которое Иисус принял от Иоанна крестителя является самым праведным деянием которое спасло людей от всех их грехов Иисус принял крещение у Иоанна крестителя для того чтобы совершить всю праведность и тем самым спасти человечество от грехов в том что правдою одного римлянам глава 5 стих 18 все люди на земле смогли обрести спасение от всех своих грехов Иоанн креститель также сыграл очень важную роль одним словом несмотря на то что сегодня люди должны быть низвергнуты в преисподнюю из-за своих грехов наш господь приняв крещение у Иоанна крестителя взял на себя все наши с вами грехи следовательно приняв крещение от Иоанна крестителя Иисус спас нас самым праведным образом свет познания этой истины озарил мою душу в тот самый момент когда я читал третью главу Евангелия от Матфея то что сделал Иоанн креститель придя на эту землю было совсем не напрасным подобно тому как не было ничего напрасного праведном деянии нашего господа благодаря которому он спас нас от всех наших грехов Иисус не напрасно взял на себя все наши грехи приняв крещение от Иоанна крестителя он не напрасно пролил свою кровь на кресте и не напрасно воскрес из мертвых Иисус сказал и оправдана премудрость чадами ее в таком случае разве не правда что господь пришел на эту землю и взял на себя все наши грехи приняв крещение у Иоанна крестителя разве не должен был он подобным образом уничтожить наши с вами грехи если бы Иисус просто сказал я возьму на себя все ваши грехи умер на кресте а затем снова появился и спросил вы веруете было бы такое спасение проявлением божьей мудрости или ему надлежало взять на себя все грехи людей понести их на крест быть распятым и истечь кровью а затем восстать из мертвых и спасти нас верующих в евангелие воды и духа от всех наших грехов господь даровал нам евангельскую истину воды и духа которая действительно спасает нас от греха божья мудрость всегда пребывает непосредственно в наших сердцах мудрость божья нашла подтверждение своей праведности правде одного благодаря которой и было совершено наше спасение кто мудрее бог или человек в библии сказано потому что немудрое божие премудрее человеков и немощное божие сильнее человеков первое коринфянам глава первая стих 25 если мы посмотрим на крещение которое бог принял ради нас на его смерть на кресте и его воскресение мы убедимся в том что бог действительно мудр когда мы говорим что бог мудр мы имеем ввиду евангелие воды и духа которое иисус совершил на этой земле но несмотря на это большинство христиан не верят в мудрость божью божья мудрость открывающаяся в нашем спасении от греха воистину совершенна божье безрассудство во сто крат лучше человеческой мудрости насколько же совершенна его мудрость благодаря которой господь спас нас от греха призвав своего слугу иоанна крестителя бог поручил ему выполнить миссию по праведной передаче его сыну всех грехов человечества в ветхом завете первосвященник возлагая руки на голову приносимого в жертву козла передавал ему все грехи израильтян которые они совершили за истекший год левит глава 16 стихи 20 22 подобная передача грехов была чудесным и мудрым способом спасения израильтян от всех их грехов таким образом они соблюдали праведный закон божий гласящий что возмездие за грех смерть а сам обряд совершения жертвоприношений был прообразом будущих благ евреям глава 10 стих 1 какой же чудесной и совершенной является истина спасения гласящая о том что Иисус Христос взял на себя все грехи этого мира посредством своего крещения от Иоанна Крестителя эта истина является воплощением Божьей справедливости и его милосердной любви к людям тем не менее есть люди которые не верят в эту истину и которые говорят как же мы можем быть без греха если мы даже сейчас по-прежнему продолжаем грешить мы все должны верить в Иисуса Христа но делать это мы должны так чтобы это соответствовало нашему собственному представлению о вере однако Бог полностью спас нас от всех наших грехов самым совершенным и мудрым способом постичь который нашим человеческим разумом просто невозможно и этим способом является Евангелие воды и духа это Евангелие воды и духа настолько поразительно что оно кажется непостижимым но стоит нам начать смиренно внимать евангельскому слову как тотчас же выясняется что оно куда более логично и последовательно нежели другие придуманные самими же людьми Евангелия Бог это не какой-нибудь высеченный из камня неодушевленный истукан Бог является царем мудрости истины любви и справедливости Богу под власть на все посредством евангельской истины воды и духа Он спас людей от всех их грехов самым совершенным образом вы верите в эту истину что касается меня то я верю однако абсолютное большинство христиан не верит что евангелие воды и духа является истиной одним словом современное христианство оказалось жертвой чудовищного заблуждения сегодня христиане с большей охотой верят слова теологов чем в слово библии это в корне неверно но что еще хуже так это то что подобное отношение к вере является билетом в преисподнюю и обратного пути оттуда нет прочитав пару тройку книг Мартина Лютера Жанна Кальвина Джона Нокса Ульриха Цвингли и Дэвида Ливингстона мы можем без особого труда понять смысл их идей каким бы великим теологом на протяжении нескольких столетий не считался человек нам достаточно бегло ознакомиться с его трудами чтобы понять его аргументы и защиту той или иной доктрины и мы сразу же понимаем что все эти аргументы абсолютно беспочвенные Библия гласит и всякий полевой кустарник которого еще не было на земле и всякую полевую траву которая еще не росла ибо Господь Бог не посылал дождя на землю и не было человека для возделывания земли но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли Бытие глава третья стихи пятый шестой подобно этому все рассуждения людей в чьих сердцах нет того кто может возделывать поля их сердец то есть нет Иисуса сродни легкому утреннему туману стоит только появиться каким-нибудь новым теориям или доктринам как все предыдущие рассуждения и умозаключения тут же исчезают подобно тому как под лучами восходящего солнца исчезает утренний туман но всякая теория или доктрина рассыпается в прах когда Иисус посылает в этот мир сияние слова истины которые подобно солнцу согревает своим теплом весь этот мир как бы изящно и тонко человек не пропагандировал свои теологические измышления все его доводы в защиту своих идей окажутся бесполезными если эти идеи не найдут своего подтверждения в слове божьем и если слово божье гласит что Иоанн креститель является представителем всего человечества то это слово и есть истина в священном писании четко сказано что бог в мудрости своей послал Иоанна крестителя на эту землю и передал Иисусу все грехи этого мира через и если это слово Библии обращено к нам то мы должны верить в это соответствующим образом именно отсюда произрастает истинная вера если мы верим в Евангелие воды и духа мы избавимся от всех наших грехов человек который верит в Евангелие воды и духа обретет спасение от всех своих грехов почему же вы полагаетесь на слова теологов которые являются такими же людьми как и вы сами неужели вы думаете что они действительно так умны разве Кальвин Лютер и все остальные теологи не пропагандировали свои собственные идеи некоторые люди также заявляют Бог разговаривал со мной когда я молился или Господь явился мне во сне и разговаривал со мной но мы должны понимать что кроме веры в написанное слово Божье любая другая вера основанная на чьем-либо персональном опыте лишена всякого смысла и хотя наши глаза не видят никаких видений а наши уши не слышат никаких голосов до тех пор пока мы подтверждаем наше спасение посредством написанного слова Божьего пока мы знаем о чем говорит это слово и пока мы осознаем что истинное спасение обретается по вере в Евангелие воды и духа мы действительно получаем прощение всех наших грехов разве не так написанное слово Божье говорит нам о том что Евангелие воды и духа является истиной однако несмотря на это многие христиане по-прежнему стремятся лично убедиться в подлинности этой истины они рассказывают о том что уйдя в горы и вознося там молитвы они слышали странные звуки и голоса но свидетельствует ли все это об истине христиане должны четко осознать что собой представляет ересь еретиками все люди становятся одинаково но конец у всех еретиков разный и хотя люди заявляют что они верят в иисуса христа и признают его своим спасителем для того чтобы спастись от своих грехов на самом же деле они стремятся лишь к тому чтобы достичь материального благополучия в этом мире добиться мирской славы и обрести крепкое здоровье все христиане верят в иисуса независимо от того что привело их к этой вере но одни люди больше тяготеют к вере в золотых тельцов чем к вере в иисуса в то время как другие полностью очистились от всех своих грехов веруя в евангелие воды и духа эти другие являются божьими детьми вместе с богом они являются одной семьей и напротив те люди которые по прежнему имеют в своем сердце грех несмотря на их веру в иисуса не являются членами божьей семьи вот почему иисус называет таких людей еретиками говоря им вы не такие как я именно поэтому они и являются еретиками человек который имеет в своем сердце грех даже несмотря на то что он верит в иисуса является еретиком если человек имеет в своем сердце грех он является еретиком независимо от того сколь долго в его семье верят в иисуса и даже если он сам всю свою сознательную жизнь верит в иисуса когда я смотрю по телевизору передачи христианских каналов то вижу немало проповедников выступления которых вызывают улыбку дело в том что мне заранее известно содержание их доктрин которые они пропагандируют своими лживыми речами мне достаточно услышать лишь несколько слов из так называемой проповеди чтобы я мог сказать какое течение в христианстве представляет тот или иной проповедник и какую доктрину он пропагандирует и потому я без труда могу предсказать о чем он будет говорить дальше и большинство этих людей ненамного обманывают мои ожидания теология единственная дисциплина которую они изучали в духовной семинарии и поэтому дискутируют они исключительно о вопросах теологии и различных христианских доктринах подобно тому как я изо дня в день говорю исключительно о евангелии воды и духа таково реальное положение дел в современном христианстве сегодня в христианских общинах есть множество еретиков которые вместо бога поклоняются золотым тельцам вот почему иисус сказал многие идут по широкому пути и лишь немногие выбирают узкий узкий путь тяжел поэтому немногие идут по нему однако именно он ведет к жизни широкий же путь напротив это путь ведущий к смерти и хотя множество людей верят в иисуса верят они только в его кровь на кресте эти люди верят в слова их духовных наставников еретиков которые заявляют нет ничего страшного в том что даже после того как вы уверовали иисуса в вашем сердце по-прежнему пребывает грех иметь грех это абсолютно нормально чтобы разрешить эту проблему вам достаточно регулярно просить бога простить вас в результате эти люди сами становятся еретиками и они также будут все истреблены богом человеку предначертано однажды появиться на свет и однажды умереть но если в конце его ожидает ужасная кара божья этот человек воистину несчастен человек на голову которого должно пасть божье проклятие не имеет никакой надежды на спасение мудрыми являются те кто обрел спасение от всех своих грехов кто следует за богом совершает его праведные дела и следует его мудрости поверия и кто верит в евангелие воды и духа и служит ему я от всего сердца благодарю бога я благодарен ему за то что каждый раз когда я проповедую божье слово я говорю истину я верю что и вы благодарны богу потому что все что вы слышите является истинным словом а не ложью слушая которую вы просто убиваете время поэтому разве вы не благодарны богу вы благодарны ему за то что слушаете евангелие воды и духа я уверен что вы благодарны ему за это если бы я говорил с кафедры только о гуманизме и морально этических нормах вы не услышали бы евангельскую истину воды и духа поэтому разве не чудесно что сейчас вы слышите божье слово и ваше сердце утоляет вашу духовную жажду этим словом вы должны осознать насколько вы счастливы вера в божью праведность приходит к человеку когда он внимает слову божьему эта вера является результатом того что слышат ваши уши вот почему в библии сказано итак вера от слышания а слышание от слова божия римлянам глава 10 стих 17 поэтому пастор должен проповедовать людям слово божье поскольку только в этом случае их сердца будут возрастать в вере именно так вы становитесь счастливым человеком люди которые имеют в своем сердце грех несмотря на их веру в Иисуса с точки зрения Бога не являются спасенными и я имею в виду тех людей которые не являются христианами а говорю о тех кто живет в христианских общинах и заявляет о своей вере в Иисуса и хотя сегодня среди христиан есть немало известных людей все они являются еретиками перед Богом даже не осознавая этого кроме пасторов еретиками стали миллионы простых верующих сегодня например я ехал в такси водителем которого был христианин поговорив с ним несколько минут я выяснил что на самом деле он является еретиком один мой сосед по профессии уборщик мусора также верит в Иисуса но в действительности он является еретиком женщина торгующая овощами на рынке также христианка но и она бога отступница и хотя христианами являются многие всемирно известные проповедники все они тем не менее также еретики сколько же всего еретиков вокруг нас бог сказал что его мудрость оправдывается его детьми то есть мудрость бога проявляется в его делах каким образом иисус уничтожил все наши грехи когда пришел на эту землю приняв крещение от иоанна крестителя иисус раз и навсегда взял на себя все наши грехи и восстав из мертвых он стал нашим спасителем насколько это мудро иисус поступил мудро или нет разве мы не обрели спасение в результате его деяний спасение которое становится тем более явным чем больше вы слышите о нем прежде всего христиане должны верить в евангелие воды и духа сегодня пасторы призывают своих прихожан верить в иисуса безоговорочно но может ли хоть один человек по настоящему познать евангелие воды и духа если он будет слепо верить в иисуса если христиане верят в иисуса даже не зная при этом как именно он спас их от греха то во что конкретно верят эти люди перед тем как призвать человека верить в иисуса мы должны опираясь на слово божье объяснить ему каким образом иисус спас его от всех грехов этого мира только так мы сможем действительно привести людей к вере в иисуса насколько мудро поступил иоанн креститель крестив иисуса и в чем мудрость иисуса принявшего это крещение крещение которое иисус принял от иоанна крестителя является результатом божьей мудрости насколько же удивительно мудрость бога если бы все шесть с половиной миллиардов человек живущих на этой земле должны были передать иисусу свои грехи по очереди возлагая руки на его голову иисус просто стал бы лысым и если бы каждый человек должен был лично возложить руки на голову иисуса то за исключением его современников ни у одного человека просто не было бы возможности это сделать более того если бы каждый из шести с половиной миллиардов человек должен был хотя бы на секунду возложить руки на голову иисуса то на это потребовалось бы более ста девяносто лет но бог в мудрости своей совершил наше спасение через иоанна крестителя и иисуса мы верим в это мы верим что все грехи этого мира перешли на иисуса в тот момент когда иоанн креститель возложил руки на его голову иисус сказал что доказательством мудрости служат дела и поступки насколько же мудро поступил господь придя на эту землю и своим крещением от иоанна крестителя раз и навсегда взяв на себя все наши грехи разве это не было удивительно мудро это было действительно мудро потому что бог действуя по принципу представительства раз и навсегда разрешил проблему греха иоанн креститель представитель всего человечества и иисус первосвященник царства небесного встретились на реке иордан представляя соответственно всех людей на земле и бога в тот момент иисус сказал иоанну крести меня я приму крещение и возьму на себя все грехи человечества и своим крещением он действительно взял на себя все грехи этого мира затем иисус был распят и пролил кровь и посредством всего этого он спас нас насколько же все это мудро насколько же окончательно и бесповоротно все наши грехи перешли на иисуса есть ли в библии что-нибудь важнее евангелия воды и духа в библии говорится о многом однако евангелие воды и духа является основным посланием свидетельствующим о спасении но люди не верят в это и хотя история христианства насчитывает почти две тысячи лет сегодня христиане по-прежнему настаивают на том что они были спасены исключительно благодаря их вере в кровь которую иисус пролил на кресте однако евангелие воды и духа говорит что это не так поэтому эти люди не соглашаются с евангелием и говорят но ведь огромное число людей которые всю свою жизнь верили только в кровь иисуса на кресте уже умерли означает ли это что все они оказались в аду в ответ на подобный вопрос мы должны сказать нас не волнует где теперь эти люди но опираясь на написанное слово божье мы можем с уверенностью сказать что все эти люди отправились в ад сегодня важно другое а именно по-прежнему ли грех пребывает в вашем сердце если в вашем сердце есть грех вы будете брошены в вечное пламя преисподней вы утверждаете что вы безгрешны кого вы пытаетесь обмануть конечно же у вас есть грех как ему не быть если вы даже не знаете что бог в своей мудрости приняв крещение от иоанна крестителя взял на себя все ваши грехи не говоря уже о том чтобы верить в это в библии сказано что ваша собственная совесть обличит вас если в вашем сердце есть грех божья истина его слова обращаются к вашему сердцу вы не очистились от своих грехов вы будете в аду потому что вы дети дьявола мы верующие в евангелие воды и духа бесконечно благодарны богу мы уже разобрались с тем что такое ересь и поэтому мы можем только еще больше благодарить бога за это как не благодарить бога за то что мы избавились от ереси веруя в евангелие воды и духа будь вы еретиком пред богом как мучительно тяжело было бы вам находиться в этом месте если я начинаю какое-нибудь дело то обязательно довожу его до конца поэтому я буду проповедовать божье слово до тех пор пока христиане во всем мире не признают что они являются еретиками и пока они не предадут себя во власть бога если мои проповеди о ереси будут опубликованы и попадут к христианам то люди прочитав эту книгу смогут понять кто является еретиком с точки зрения бога а кто истинным верующим благодаря этой книге вера разбросанных по всему миру праведников и святых то есть тех кто верит в евангелие воды и духа станет еще прочнее и они придут к следующему заключению поскольку я спасен от всех моих грехов правильно веруя в слово божье значит я являюсь истинным верующим пред богом а все те кто ополчились против меня за такую веру являются еретиками проявят ли тогда наши святые сострадание к еретикам и станут ли они проповедовать им евангелие воды и духа не станут ли наши святые строго осуждать еретиков лишь потому что они родились свыше нет не станут потому что святые испытывают чувство сострадания ко всем людям без исключения даже к еретикам я бесконечно благодарен богу за то что я не лгу вам я а также благодарен ему за то что с точки зрения бога я стал истинным верующим в самом деле мне просто не хватает слов чтобы выразить мою благодарность господу за то что благодаря его мудрости я был спасен от всех моих грехов и что вследствие его праведного деяния я обрел вечное спасение описать словами мою благодарность богу просто невозможно посредством евангелия воды и духа бог полностью спас нас от всех наших грехов поэтому каждый раз когда я задумываюсь над этим меня переполняет чувство бесконечной благодарности нет более надежного спасения чем то которое мы с вами обрели всем сердцем веруя в евангелие воды и духа вот почему я так благодарен богу подобное спасение обрели также святые раннехристианской церкви однако стоило императору Константину признать христианство официальной государственной религией как оно тотчас утратило свою духовность могущественный римский император использовал христианство для достижения своих личных корыстных целей и поэтому христианская вера превратилась в средство по достижению успеха в этом мире христианская христианская вера утратила свой первоначальный смысл потому что верующие заменили бога золотыми тельцами говорят что в старой корейской армии была такая традиция если командир батальона посещает церковь все командиры рот принимают христианство подчиненные офицеры делали все возможное чтобы заслужить расположение старшего по должности офицера опасаясь что в противном случае им будет трудно рассчитывать на успешное продвижение по службе но на самом деле колесо истории этого мира вертится по воле бога и даже если нам кажется что движущей силой истории являются люди в действительности все зависит от бога я уверен что сегодня бог приступит к осуществлению последнего этапа своего замысла в отношении людей вот почему мы посвящаем свои жизни делу распространения и проповедования евангелия воды и духа потому что мы верим в это истинное евангелие и мы благодарны богу за то что он нам его не спас лал люди которые сегодня не верят в евангелие воды и духа являются еретиками в глазах бога иметь грех в сердце веруя при этом в иисуса неправильно с духовной точки зрения поэтому я надеюсь и молюсь о том чтобы все эти люди свернули с неправедного пути уверовали в евангелие воды и духа и тем самым обрели спасение от всех своих грехов я прошу этих людей принять верное решение пред престолом божьим и отбросить прочь ту ошибочную веру которая превратила их в еретиков в